Еще раз здравствуйте. Давайте будем начинать. Время у нас уже 11 по Москве. Меня зовут Артемьева Ольга. Я вам сегодня буду рассказывать о проектировании стройгенплана в СПДС-площадка 2021. Буду показывать программу живую. Будем проектировать с вами на примере настоящего проекта, выполненного. Покажу вам, что у нас должно получиться. Давайте начнем. Что такое СПДС-стройплощадка? Это вертикальное приложение. Если мы так пойдем от основ, которые работают у нас в платформе Автокад. Мы с вами сегодня будем смотреть стройплощадку 2021. Она будет у нас под Автокадом 2021 тоже соответственно. И обязательное условие – это СПДС-графикс. Мы будем рассматривать тоже 2021 для того, чтобы у нас все было полное взаимодействие. То есть для того, чтобы вы могли работать полноценно, нужна платформа, нужен СПДС, нужна сама стройплощадка. СПДС – это у нас система автоматизированного проектирования именно для оформления. В стройплощадке используется очень много инструментов, отсылок идет именно к СПДС-графикс на основе. То есть это продукт такой класса СПДС, скажем так. Соответственно, у нас есть СПДС-стройплощадка. Это у нас продукт, который предназначен для проектирования по СППР. Также можно разрабатывать достаточно удобное ППРК и есть инструменты для разработки ГНБ – горизонтального направленного бурения. Какие задачи решает стройплощадка? Это задача непосредственно проектирования стройгенплана, то, что мы с вами сегодня будем делать. То есть все графические вещи. Вот мы сегодня с вами рассмотрим различные площадки, нанесение там водового огородка, сетей, ограждения, временных дорог. Мы научимся подбирать технику с помощью программы, посмотрим, как работают опасные зоны, как они автоматически формируются, что с ними можно делать, линии ограничения работы крана, как наносить. И на основе этого есть возможность формирования автоматических экспликаций, спецификаций. Это все я вам покажу. Также мы с вами научимся формировать такую пояснительную записку, заготовку под нее. Все, что мы с вами наносим, то, что мы рассчитываем, оно тоже туда, в пояснительную записку попадет. Кроме этого, стройплощадка занимается еще такими задачами, как работы в менеджере проектов. Там у нас можно создавать перечень работ, такую иерархическую структуру. Работы мы можем создавать пользовательские, проектировщику, которые нужны. Можем работать с ГСН, есть возможность работать с диаграммой ГАНТа и, собственно, взаимосвязь. Вот это между стройгенпланом, который мы с вами сегодня будем проектировать, и перечнем работ, потому что мы на эти работы будем назначать, ну не сегодня, да, можем назначать технику, материалы, и все это будет взаимосвязано. Вот, это у нас отдельный вебинар проводимый. Наша тема с вами сегодня – проектирование стройгенплана. Вот мы к этой теме и подойдем. Значит, рассказывать, эту теорию разводить я вам долго не буду, мы сейчас с вами переключимся на программу, и я вам буду, собственно, вживую показывать, как этот стройгенплан создавать. Будем мы его создавать на примере, вот у нас вот картиночка есть, реального объекта, который был сделан, то есть это жилые дома. Вот, мы с вами один кусочек возьмем здесь вот и будем инструменты рассматривать, которые есть в нашей программе. Сейчас я переключаюсь на программу, собственно, давайте я его напишу, экран включу. Значит, теперь нам с вами должен быть виден экран. Вот наш стройгенплан. Тут, видите, все по-честному. Оформлены полностью проект. Видно уже проект вам? Так, и мы с вами будем на основе этого проекта вот делать. У меня есть заготовка. А вы уже у себя, открывая, допустим, когда вы начинаете проектировать, вы, естественно, открываете там генплан, который вы с вами предоставили, съемку. У нас есть тоже основа, здание, которое уже посажено на основе него. Мы будем работать. Ну, вот у меня это будет выглядеть вот так вот. То есть у нас будет здание, мы пока без подложки с вами. Значит, первое, что нам с вами нужно, давайте посмотрим на нашу ленту. Так, наши инструменты. Смотрите, у нас самое первое – это менеджер проектов. Сегодня мы его не касаемся, но вкратце вот я вам рассказала, что он у нас отвечает за перечень работ. Мы с вами будем рассматривать сегодня вот эту вот основную часть, трогенплан, который называется. Немного затронем дороги и обязательно посмотрим подбор техники. Значит, вот у нас с вами есть здание. Но первое, что создается на строительной площадке – это площадной объект, который называется, собственно, строительная площадка. С него все начинается. Проект, который у нас с вами параллельно создается, он создается сейчас внутри DWG-файла. И все наши объекты – площадные, линейные, точечные – они у нас будут храниться, то есть информация о них внутри этого проекта. Внутри стройплощадки. Каждый объект относится к какой-либо стройплощадке. Это обязательно. Поэтому первое, что мы делаем – это создаем строительную площадку. Объект такой достаточно условный. В каком плане? Что его размер, вы можете его создавать, допустим, по контуру, просто примерному, да, вокруг. Можете создавать его в границах, то есть то, что границы застройки у вас выдаются. Вот линия. Пожалуйста. Значит, для всех объектов у нас идет сквозная нумерация, поэтому не пугайтесь. У меня тут рабочий файл, видите, номер 97. Но вы можете этот номер менять, то есть вы выставляете все, что вам нужно. Значит, первое самое – это имя. Давайте мы с вами назовем. Пусть у нас будет строительство жилого дома. Значит, тип стройплощадка. Как видите, нажав вот эту кнопку, у нас с вами сразу появился классификатор. И в нем есть все площадные объекты, которые мы можем с вами создать на нашем стройгенплане. То есть вот первый мы создадим строительную площадку, а далее вы сейчас можете увидеть, что у нас можно еще создавать стоянки техники, ремонтные зоны, мойки колес, мусороприемный бункер. Если вы разрабатываете уже технологические карты, значит, допустим, граница захваток у нас появился недавно такой объект. Обязательно мы будем с вами создавать бытовые городки. Также у нас есть складские площадки и площадки для обслуживания экрана. То есть там у нас есть место хранения грузозахватных приспособлений и так далее. Там приемы раствора питона для кантовки конструкции. То есть это все вы создаете. Принцип работы у всех этих объектов практически одинаковый. Немножко будет геометрия с мусороприемным бункером. Мы с вами его поставим и увидим, в чем разница. В остальном мы с вами наносим контур. Это площадной объект, соответственно, замкнутый контур. И что мы можем еще с ним? Во-первых, он имеет параметры. Мы можем его подписать. Тип представления здесь выбирается. Первое, без выноски. То есть он никак не подписывается. Для стройплощадки я выберу сейчас именно этот вид. Мне не нужно подписывать ее. Для многих объектов позиционная выноска используется. Либо просто текстом подписывается, либо ставится позиционный маркер. Например, когда мы с вами создаем здание, по умолчанию выбран позиционный маркер. Это тоже площадной объект. С одной стороны. Сейчас мы выбираем без выноски. Далее. Проект. Строительная площадка. Здесь у нас пусто, потому что нет сейчас ни одной строительной площадки. А так вы можете создавать несколько строительных площадок в своем чертеже. Например, когда вы делаете, или это большой жилой микрорайон, допустим, идет проектирование, или какой-то, может быть, промышленный объект большой, и вам нужно там несколько этапов строительства или несколько очередей. Вы хотите разделить. Для чего делается несколько строительных площадок. Вы можете иерархию сделать, чтобы у вас одна в другую. Допустим, одна была большая, и в ней было несколько по очередям поменьше. Когда вы создаете отчеты, в частности, экспликацию зданий, допустим, и сооружений, вы можете выбрать, какую строительную площадку, на основе какой строительной площадки вы делаете этот отчет, эту таблицу создаете. Соответственно, вы можете сделать там экспликацию, чтобы у вас сходили все здания и сооружения по всем очередям, и можете на каждую очередь сделать отдельную табличку. То есть это вы уже заранее продумываете и используете. У нас с вами сейчас будет одна строительная площадка, то есть тут мы ничего не делаем. Номер. Ну, можно присловить, можно нет. Включать в экспликацию нашу строительную площадку или нет. В экспликации она с вами не нужна. Это экспликация зданий и сооружений. Мы ее там не прописываем, поэтому галочку убираем. У всех объектов есть эта галочка, то есть если вам нужно, чтобы она попала в таблицу, вы это ставите галку. Если нет, убираете. У каких-то объектов по умолчанию сразу стоит «Да», у каких-то «Нет». Для каждого площадного объекта вы можете включить штриховку и настроить ее соответственно. Сейчас у нас, видите, стоит галочка. Вернее, сейчас стоит из линий. Я поставлю «Нет». Я, кстати, выбрала тип. У меня место приема и бетона, поэтому и включу новую экспликацию. Значит, все. Здесь, видите, штриховка по умолчанию, она не штрихуется. Но в любом случае, если вам нужно, вы можете галку убрать и выбрать параметры для штриховки. Либо из линий, либо стандартные. Это то, что у нас в платформе всегда есть. В Автокаде мы с вами уже по именам знаем, как все эти штриховки выглядят и называются. Либо вы берете пользовательскую. Здесь у нас по нашим ГОСТам российским есть тоже все штриховки. Поэтому, как вам удобно, вы то и пользуетесь. Значит, мы убираем сейчас. Нам не надо. Далее. Перекрывать примитивы или нет? Так как в основном пост ППР уже на основе строя генплана делается, там куча объектов. Иногда для некоторых, не для строительной площадки, требуется, чтобы были перекрыты линии отрезки, которые попадают под контур объекта. Например, для здания вы захотите это сделать. Вот можно это включить. Также для объектов можно размеры будет включать. Когда у нас будут реальные уже геометрические параметры, длина и ширина. Здесь она у нас в метрах. Если вы знаете конкретные размеры, вы можете указать здесь. Мы с вами будем на чертеже рисовать прямоугольник. Сейчас еще посмотрим, какие типы задания контура у нас будут. Далее. Параметры раскладки. Для каждого площадного объекта существует такая возможность, что вы можете разложить плиты, вообще назначить материал подготовки, который у нас будет на площадке. Временные плиты. Здесь параметры, а вот здесь внизу перечень материалов. То есть мы можем с вами выбрать плиты. У нас в базе они есть. Можно написать свой тип какой-то. Ну вот, то, что у нас есть по ГОСТам. Вы можете выбрать серию, размер и указать, что у вас еще, допустим, песок, щебень, грунт, толщину слоя. Соответственно, потом, когда у нас объект уже будет создан, значит, это все можно будет обсчитать и создать спецификацию. В конце вебинара мы с вами будем смотреть, как эти все таблицы создать. Также вы можете выбрать схему для раскладки. Что это такое параметры раскладки? Опять же, возвращаясь к тому моменту, когда у вас большой объект и несколько очередей строительства или этапов, вы можете, соответственно, бетонные плиты, которые раскладываются на площадках или на дорогах, использовать повторно. И вот здесь вы как раз можете задать этап строительства и процент оборачиваемости для первого и второго этапа. Что такое коэффициент перекрытия? Насколько у нас за контур нашего объекта могут выходить плиты? То есть если здесь число будет близкое к единице, то значит у нас ни в коем образом за контур и к контуру близко не будет подходить. Когда мы ставим коэффициент перекрытия поменьше, может быть выход за границы. Это мы с вами увидим. Сейчас мы пока раскладывать не будем. На дорогах обязательно будем раскладывать. Работа идет там идентично. Этот инструмент работает. Значит, имя. Я тут переключала тип. Мне подсказывают, что имя у меня неправильное. Давайте еще раз я напишу здесь строительство жилого дома и создам объект. Обратите, пожалуйста, внимание на командную строчку. Я могу. Вот у меня по умолчанию сейчас идет инструмент. Я могу нарисовать прямоугольник. Если мне нужен сложный контур, значит я выбираю контур. Если у меня уже есть пулилиния границы застройки, я могу ее выбрать и под ней. Есть еще внутренняя точка. Но, как правило, вы же работаете на съемке, значит мы ее не используем. Но возможность такая есть. И отступ. То есть когда вы указываете контур и с каким-то отступом у вас будет создаваться именно строительная площадка. Я сейчас просто нарисую прямоугольник, побольше немножко. Вот он у меня будет. Такого размера. Все. Вот объект у меня создался. Программа автоматически раскидывает все объекты по своим слоям. Как это происходит? И можно ли это настроить? Да. В настройках. Вот у нас есть настройки. Общие они, СПДС и стройплощадки. Здесь появляется вкладка стройплощадки. И смотрите, для каждого объекта есть раздел. Скажем так, плюсики раскрываем. Где показаны, на какой слой попадает наш объект. Какой цвет, тип линии, например, и так далее. Чтобы, если у вас цвета не устраивают или бина слоев, вы можете заранее это сделать. То есть помните, что настройки у нас меняются для вновь создаваемых объектов. То есть если вы хотите это делать, это делать надо до того, как вы начали проектировать. И вот здесь вот нажимаем кнопочку с тремя точками. Здесь у нас все названия. То есть это слои, которых еще нет, и которые появятся только тогда, когда мы будем эти объекты создавать, собственно. Вы можете здесь настраивать цвета, веса линий, типы линий, соответственно, там сохранять это и работать с тем вариантом, который вам нужен. У каждого объекта в диалоге, вот мы сейчас даже с вами зайдем двойным щелчком, в левом нижнем углу есть кнопка помощи. То есть вы можете всегда зайти в помощь, и она откроется у вас именно там, где раздел с этим объектом, с которым вы сейчас работаете. По такому же принципу работают настройки. То есть он вам откроет именно настройки вот у меня строительных площадок. Поэтому вы можете не искать там, прямо с диалога объекта открывать. Значит, создали мы с вами площадку, и давайте теперь далее. Вот с чего мы начнем. Мы создадим с вами здание. Отдельно у нас тут здание. Четыре типа здания. Существующее, возводимое, сносимое и проектируемое. Мы сейчас с вами возводимое здание создаем. Похож очень диалог. То есть такой же площадной объект, но здесь у нас классификатор именно зданий. Четыре типа наших плюс временные. То есть они есть, видите, временные, не инвентарные, инвентарные. Это мы с вами немножко позже посмотрим. Значит, также давайте имя здесь присвоим. Пусть будет просто живой дом. Уже у здания будет позиционный маркер. Номер два. Включать в экспликацию. Штриховать мы с вами здание не будем. И высоту здания. Смотрите, мы указываем. У меня высота здания будет 70 метров. Можно здесь, если оно у вас просто прямоугольное, можно, значит, указать сразу длину, ширину. Ну, соответственно, у нас издастся, сразу посчитается. Вы только укажете точку вставки. Ну, я буду по полилинии. У меня здесь есть контур. Давайте попробуем полилиния. И я ее выбираю. Вот у меня, видите, здание появилось. Вот оно у меня есть. Смотрите, когда мы здание с реальными уже размерами создали, у него есть периметр, у него есть площадь. И для чего мы указываем высоту? У нас в СПД-эстро-площадке идет 2D-проектирование. То есть мы работаем с вами в одной плоскости. Но высоту у здания указываете реальную. Почему? Если вы захотите создать опасную зону автоматическую падение предмета создания, он вам будет рассчитывать именно брать высоту создания, которое вы выбрали. Вот у нас маркер появился. Все. То есть выглядит это как полилиния. Если вам нужно, вы можете контур менять, за ручки двигать. То есть это все работает точно так же. Теперь давайте мы с вами немножко будем прыгать. Зачастую вот у нас с вами оси нанесены. Нам нужно еще нанести объекты. Объекты. Знаки разбивочных осей сразу, раз уж мы со зданием с вами работаем. Значит, где их искать? Здесь у нас есть роза ветров и направление на север. То есть вы можете эти объекты разместить. И есть прочие обозначения. Это точечные объекты. У нас с вами на строкинг-плане всегда присутствует въездной стенд, информационный щит. Вот мы сейчас будем ставить знак разбивочных осей. Стенд, допустим, со схемами строповки. То есть эти условные обозначения тоже присутствуют. Они просто как точечные объекты. Вы их ставите, и они обязательно попадают у нас с вами в таблицу УГО, которая автоматически формируется, и мы с вами будем ее создавать после того, как спроектируем весь практически на строкинг-плана. А сейчас давайте знак разбивочных осей. Вставляем на месте пересечения осей. Вы можете его вставлять каждый раз. Можем мы с вами просто скопировать. Как вам удобнее. Так вы и работаете. Так вот я объекты донесла. Теперь, прежде чем мы с вами дальше пойдем, значит, давайте мы такую симпровизируем именно работу проектировщика. Поэтому у нас будут с вами то площадные объекты, то линейные, то с техникой будем работать сейчас. Для того, чтобы нам с вами дальше двигаться, нам нужно понять, где будет находиться у нас наша техника, и где будет находиться временная дорога. Значит, давайте сначала. Вот для дороги у меня тут есть линия, чтобы я все правильно сделала. Значит, мы с вами сейчас будем наносить временную дорогу. Отдельно у нас, видите, такой блок есть дороги. Значит, дороги могут быть нескольких типов. Автомобильные. Если вам нужно нанести, у вас есть на строген плане проходит железная дорога, вы тоже можете ее нанести. Там идет именно условное обозначение. Давайте просто с краешку покажу. Давайте не здесь, а у меня с масштабом. То есть это идет именно условное обозначение. Но как только вы ее нанесете, она у вас попадет в таблицу угла. То есть если вам нужно это, вы с этим работаете. И пешеходную дорогу тоже, если требуется, вы можете наносить. Она работает так же, как автомобильная. Значит, давайте смотреть. Вот у нас с вами диалог. Вы можете менять свойства какие-то геометрические. Вот здесь вот. Можем с вами включать-выключать всю графику. То есть смотрите, нужна нам с вами обочина или нет. Откос, показать надо или нет. Размеры надо показывать или нет. Это все можно здесь щелкать. Также здесь можно размеры менять. Вот нам с вами нужна дорога шириной 11,5 метров. И радиусы мы все по упрощенной схеме поставим просто 15 метров. И обочину. То есть можем тут, можем здесь, да, поменять. Допустим, у меня будет 1,5 метра. Можем включать-выключать все здесь. Смотрите, тоже я могу, да. Ось, контур, обочина. Нужна мне. Значит, давайте мы с вами откос выключим. Он нам не нужен. Обочина у нас будет показана. Штриховку мы пока уберем. То есть, смотрите, здесь мы включаем-выключаем видимость. А вот здесь мы можем настроить параметры. У нас есть, смотрите, также меню. То есть здесь тоже видимость, вставка. Это позже штриховка. То есть мы можем настроить то, как выглядит наша штриховка проезжей части дороги, если вы ее включаете. И параметры штриховки обочины настроить. Также мы можем с вами выбрать конструкцию дорожной одежды. То есть здесь идет поперечный разрез. Его вы можете вставить потом на чертеж. И здесь вы выбираете. Допустим, у нас будет с вами односкатная дорога. Указывается, ну, здесь уже ширина проезжей части, то, что мы с вами меняли. Либо вы здесь потом все задаете. Здесь же задаются уклоны, откоса, обочины и характеристики раскладки. Здесь у нас, посмотрите, схем уже больше, чем просто поперек и вдоль. Значит, есть вот, допустим, такая еще схема. Вы выбираете ту, с помощью которой вам нужно разложить плиты. Вы выбираем, собственно, плиты, которые мы будем раскладывать. И, ну, длинный все это у нас будет позже. Также материал, да, назначаем толщину. Сколько у нас песка надо насыпать, щебня, грунта. Значит, вопрос. Пользовательская штриховка уже включена в базу. Вы имеете в виду ту, которую я показывала, СПДСные? Да, они сразу идут, как бы они в СПДС входят. Соответственно, когда вы устанавливаете СПДС и стройплощадку, они у вас там уже есть должны быть. Настроили мы все с вами здесь. Здесь тоже можно, смотрите, менять прямо на превьюшке. Закрыли, все проверили. Окей, и теперь я отрисовываю дорогу. То есть так же, как полилинию. Вот у меня такого будет достаточно. Все, оси все отрисовалось. Если мне нужно теперь разложить плиты, как видите, сразу по умолчанию, хоть я все и выбрала, нет, плиты раскладываются только тогда, когда у вас уже есть геометрия дороги. Можно сейчас зайти в диалог. Конструкция, выполнить раскладку. Можно по-другому. Просто выбрать дорогу, правую клавишу нажать. Здесь тоже есть. Выполнить раскладку плит. Если вы в конструкцию дорог уже заходили, все, выбрали там параметры, все, она автоматически у вас разложится. Вот у меня плиты разложены. Здесь будут монолитные участки. Мы сейчас их пока никак не показываем. Но площадь вот этих монолитных участков вы можете найти как характеристику. в конструкции дорожной одежды. Вот здесь есть, смотрите, непокрытая площадь. Это именно площадь монолитных участков. То есть если надо объем бетона, то вам достаточно умножить соответственно толщину плиты. Если вы просто хотите посмотреть конструкцию дороги, вот здесь есть, смотрите, кнопка «Состав дороги». Выбираете дорогу и сразу открывается диалог конструкции дорожной одежды. Не надо через диалог дороги выбирать. То есть тут можно параметры раскладки поменять. Если вы их меняете, значит, вы выбираете заново, что вам нужно выполнить раскладку. Дорогу мы с вами создали. Давайте я вам сразу покажу, что на дороге у нас также есть знаки. То есть если вы где-то еще работаете, давайте на другом чертеже вернемся вот здесь вот. Мы можем с вами здесь тоже дорогу нанести. Она автоматически радиус, даже если у вас перекресток, то есть автоматически будет создаваться перекресток. Также у нас здесь есть площадки уширения и разворота. Вы можете выбрать тип, показать. Вот, допустим, здесь мы карман с вами вставим. Все, то есть по всему этому раскладываются плиты, подсчитываются, там обочину можно включить-выключить, допустим, откосы и так далее. То есть это гибкий инструмент. Мы можем его редактировать вот на месте. Видите, у нас перекрестки все перестраиваются автоматически. Карман у нас с вами будет тоже к дороге, видите, привязан. Возвращаемся. Нет, не возвращаемся. Я вам хотела не только показать уширение, но и показать, что на дорогу мы можем с вами вставлять знаки либо правой клавишей по выбранной дороге. Есть вставить дорожный знак. Либо у нас вот здесь есть кнопка знак дорожный и знаки безопасности. Знаки созданы у нас по ГОСТу. ГОСТ 52-290. И есть еще ОДД. Сейчас мы найдем. Знаки по ОДМ 218-6-0-19. Значит, вопрос у нас с вами. Обратить внимание на новые функции. Новые функции мы с вами будем обращать внимание, когда выйдет новая версия. Сейчас вот я вам показываю какие-то объекты. И говорю, что вот это новый объект. Вот там мусороприемный бункер у нас появился, границы захваток. Но в скорости уже у нас, так как выходит новый, да, свежий, 22-й автокад, у нас будет новая версия СПДС и стройплощадки. И тогда у нас прям с вами отдельный будет вебинар, что нового мы всегда проводим. И там мы будем конкретно прям смотреть, что нового появилось. Там будет много нового. Так, если приоткрыть завесу, по дорогам будет много нового. Поэтому там мы будем смотреть. Здесь у нас сейчас и тема с вами, общий астрогенплан. Поэтому, ну, так я скажу, что вот это недавно появилось. А в остальном мы с вами сегодня смотрим инструменты проектирования именно стройгенплана. Значит, любой знак здесь мы с вами выбираем по этим двум ГОСТам. Как это сделать? Двойным щелчком заменяется. Можно несколько знаков на одну стойку собрать. Ну, это я сейчас так, на вскидку вам показываю. И вот когда мы с вами через правую клавишу, они у нас, видите, к дороге привязаны. Если мы просто будем вставлять знак, значит, он будет у нас там как сам по себе. Здесь поставили, они подписаны. Соответственно, все, что мы с вами вставляем, естественно, нам нужно специфицировать. Рядышком у нас вот есть вот отчеты. И здесь есть спецификация дорожных знаков, в которую это будет все собираться. Она автоматически обновляемая. То есть, если мы что-то добавляем новое, оно сразу появится или удалится соответственно. Веркнемся к нашему стройкинплану. Дорогу мы с вами нанесли. Значит, давайте теперь разместим технику. Нам нужно с вами здесь подобрать кран и подобрать два бетононасоса. Вернее, подобрать, да, два разместить. Вот, и можем еще бетоносмеситель как раз вставить. Для этого мы будем с вами пользоваться командой подбор техники. Она здесь, как видите, по типам разделена. Вот мы сегодня с вами воспользуемся грузоподъемной, подбор грузоподъемной техники. У нас есть, смотрите, бетоносмесительная, бетононасосная. В остальном, если вы здесь посмотрите, их достаточно много для самых разных типов работ. Кроме этого, чтобы увидеть, у нас есть еще база элементов. Сейчас мы ее включим. А, вот она у меня свернута, не увидела. Значит, смотрите, здесь база элементов, она общая идет, СПДС и стройплощадка. Мы раскрываем папочку стройплощадка. Здесь вся наша техника, она по видам работ поделена. То есть, если вы что-то не нашли в подборе, то вполне может быть. Например, там нет машин для демонтажных работ. То есть, вы можете вставлять ее с помощью подбора, либо из базы. В зависимости от задач, которые перед вами стоят. Если вы вставляете с помощью подбора, вот мы с вами сейчас подбор грузоподъемной техники. Значит, мы вводим данные и подбираем именно для нашего здания. И этот подбор у нас с вами попадет потом в пояснительную записку. То есть, обоснование выбора, подбора строительного экрана. А из базы, ну, вы просто элементы вставляете. У вас есть такая возможность. Сразу тот, вы знаете тот, который вам нужен. Сразу выбираете модель. Здесь диалоги подбора. Все экраны, которые у нас есть, они поделены. Видите, можно по типам сразу сказать, какой нам нужен. Нам с вами нужен башенный. Вот у меня галочка и стоит. То есть, он их, видите, отфильтровал. Сразу только башенный. Я говорю, что высота подъема у меня будет 70 метров. Пока он у меня думает. Это когда первый раз вставляешь технику, ему нужно закешировать базу. Поэтому это может быть время занять. Значит, вопрос сразу. Если ставить из базы механизмы, как тогда автоматически установить опасные рабочие зоны? Еще одно как раз отличие. Здесь мы можем сразу включить опасную зону, и она у нас с вами отобразится. Но, в принципе, если вы вставили из базы, у нас же есть отдельный объект опасной зоны. Я вам покажу. Он зачитает у вас с крана все данные. Соответственно, там вылет крюка. И тоже посчитает. Либо вы его сдадите. То есть, расчет можно произвести. Еще главное отличие, вы технику, которую через подбор увидите в менеджере проектов. И вы сможете ее назначить на работу, как бы из проекта. А то, что из базы вы вставляли, ее вы не увидите там. То есть, у вас вот этой взаимосвязи не будет. Поэтому лучше через подбор. Ну, опять же, да, в зависимости от ваших задач. Значит, высота подъема, вылет крюка, ну, пусть у меня остается 13 метров. Значит, если у вас высота стоянки по отношению к нулю отличается, вам надо это учесть, вы это указываете. Да, соответственно, здесь вводите. Также мы можем с вами подобрать. Массу груза задать. Такилаж. Если вы ищете конкретный сразу кран, значит, по названию там, по производителю тоже можно найти. Выбираем. Ну, давайте вы, у нас тут потейны только остались. Выберем. С длиной стрелы. Пусть у нас будет 40 метров. Обязательно раскрывайте плюсики и выбирайте конкретный кран. Если вы вот так нажмете и нажмете ОК, у вас ничего не вставится, потому что вы выбрали просто как бы группу кранов, он не знает программы, какой конкретно кран вам вставлять. Вот. Я выбираю, мне нужно 40 метровый стрелок. Все. Меня, допустим, устраивает. И параметры вывода. Здесь у нас углы для штриховых видов. Смотрите, мы можем включать дополнительный штриховой вид. То есть у нас второе положение стрелы. Мы его будем включать обязательно. Давайте здесь зададим углы. У нас будет начальный 280, а конечный будет 140. Далее. Вы можете сразу вставлять три вида. Допустим, вид спереди, вид в плане и вид сбоку. Если вам нужно сразу еще и на разрез вставить. Мы с вами сейчас просто ставим вид в плане. Образмеривать можно сразу кран. Мы сейчас не будем это делать. Вставлять графики. Давайте вставим, чтобы вы увидели, как это выглядит. Отображать название нам нужно. И как раз вот то, о чем спрашивали. Отображать опасную зону можно. Рабочую. И если есть необходимость, можно под крановые пути. То есть если у нас кран перемещается, вы можете сразу включить под крановые пути. Здесь он у нас стоит в одном месте. Мы их не будем с вами включать. Все. После этого мы нажимаем ОК. И я покажу, что мне нужно вот сюда. Так, на экране у меня будет вот так вот. И вот смотрите. Мой график. Вот он. График грузоподъемности. То есть я его могу разместить на чертеже. Значит, вот я указала 13 метров. Для чего хочу показать. Видите? Он у меня рабочую зону нарисовал. И опасную посчитал вот ровно для этой цифры. Я сейчас могу этот груз переместить. Вот мне надо на самом деле вот до сюда. И у меня, соответственно... Не за ту ручку зацепилась. Эти зона сейчас опасная и рабочая автоматически привязаны к характеристикам крана. Даже если сейчас двойным щелчком на опасной зоне, допустим, щелкну, я все равно вызову диалог вставки техники. То есть оно все взаимосвязано. Поэтому, когда я перемещаю груз, ручками здесь двигаю, значит, у меня пересчитывается опасная зона. Точно так же, если мы с вами вставим, допустим, кран или там с подкрановыми путями, у вас тоже будет, вы будете двигать подкрановые пути, например, редактировать, оно тоже будет все перемещаться. Вот мы с вами разместили. Вот рабочая зона у меня маловато получилась для такого здания. Я стрелу выбрала неправильно. Ну давайте оставим. То есть здесь она у меня не дотянется. Надо было брать больше. То есть здесь сейчас тип я уже, видите, поменять не могу. То есть я могу заново вставить технику. Вот он у меня 40 метров. Но в принципе, так как это мне много времени у нас не занимает, мы с вами можем это переделать. Снова вызываем подбор техники. Давайте сразу вылет крюка сделаем 40. Здесь другие, да, появились у нас еще краны. И возьмем побольше стрелу. Это мы отключим. Это оставим. Все. А я углы не указала. Углы не указала. Вот он мне сделал автоматом, видите, 90-270. Можно за ручки стрелки двигать, но я уже, чтобы у меня все сразу правильно было, я укажу здесь. Здесь вы его можете вставлять. Можем с вами перемещать. Видите, оно все взаимосвязано. Все, вот теперь у меня покрывает. Для чего я сделала, чтобы она у меня такая большая была? Вот смотрите, у меня рабочая зона. Это все мое здание. Но здесь мне надо вырезать, да, кусочек. Любой. Я хочу заштриховать рабочую зону. Через диалог работы с вставки экрана я это не смогу сделать. Но я могу редактировать эти объекты. Так же, как и опасную. Я выделяю правой клавишей. Говорю редактировать. И у меня открывается объект уже зона и диалог именно зоны. Значит, здесь мы что можем с вами сделать? Во-первых, я вам хочу показать, что и у опасной зоны, и у рабочей есть, допустим, форма. Видите, не полный сектор, полный сектор. Вы это можете менять. И также, ну, здесь у нас углы. А для опасной зоны еще. У нас есть, смотрите, подобие. Если делается концентрически, то у нас, видите, форма меняется. То есть, если вам нужно вот этот в таком виде опасную зону, значит, вы можете ее переключить. Мы оставим с вами подобие. И заштриховать хотели мы с вами рабочую зону. Здесь у нас есть тоже, видите, штриховка. Если высота отметок, там, у вас, допустим, флажков, то у опасной зоны вы можете их поменять, допустим, да. Это у нас рабочая. Значит, штриховку я включаю. Ну, пусть она будет просто из линий. Вот она, смотрите, у меня заштриховалась. Если вам нужно подредактировать контур. Ну, я еще хочу вырезать кусочек. Значит, здесь есть меню контур. И говорю, вычесть из контура. Но учтите, пожалуйста, что как только мы с вами меняем... Я так, по-быстрому. Наш контур начинаем вносить свои правки, то вот это вот автоматически, то, что автоматически она у нас пересчитывается, это уходит свойство. Замкнуть все. То есть вот то, что вы можете делать. То же самое, если в стесненных условиях, допустим, идет проектирование, вы можете подрезать и опасную зону. Но делайте это всегда в конце. Потому что как только мы с вами это сделали, то есть оно уже самостоятельный объект, вы его отвязали от нашего крана. Так. Про вопросы. В отборе нет техники для демонтажа. Мы ее с вами включить в проект можем, просто... Ну, там, вручную нам сейчас. Мы ее включим сейчас попозже. То есть техника для демонтажа появилась недавно, и мы ее еще не успели просто сделать для нее. Подбор. Поэтому есть в менеджере проектов возможность именно прописать любую позицию. И вы можете просто ее добавить там. То есть она будет в ведомости, допустим, потребности машинных механизмов. Как поменять рабочую зону на другую сторону? Вы имеете в виду, допустим, если она вниз нужна, вы стрелы ставите правильно так, чтобы у вас она отображалась между стрелами. То есть она рисуется, видите, между штриховой видом и основным в определенном положении. То есть поменяете местами стрелы, она будет внизу рисоваться. Или я не поняла вас. Вот. То есть просто перетянуть ее, как зеркало там какой-то ручки, такого нет. Значит, мы с вами сейчас кран разместили. Давайте теперь покажем, разместим бетонный насос. Значит, вот как раз давайте на несколько опасных зон создавать можно без проблем. То есть, во-первых, у вас может быть несколько кранов, вы их включаете. У каждого крана, допустим, своя. Опасные зоны могут быть у вас на какую-то другую технику. То есть, смотрите, по нашим нормативам у нас опасная зона рассчитывается для работы крана, для падения предмета создания, для работы грузовых подъемников, грузопассажирских. И есть опасная зона работы экскаватора. Это то, что официально, но иногда опасную зону показывают для бетонных насосов, для рабочую зону. Мы сейчас с вами будем показывать для бетонных насосов. Вы можете взять именно просто объект опасной зоны. Ну, тут уж нам, допустим, для крана и вылет крюка просто указать тот, который нам нужен, чтобы радиус рассчитывался. Но с экскаватором проще там расчет, да, у нас попроще. И все ее отрисовать. То есть, в принципе, здесь вы можете выбрать, смотрите, у опасной рабочей зоны форму для фасада, то есть на кране, допустим, показываются просто флажки по краям. Контур нарисовать, который вам нужно. Можно, чтобы рассчитывалось вот сектор по кругу, полный, да, или не полный. В зависимости от штрихового вида. Также включается штриховка. Если кому-то заливка флажков не нужна, ее можно выключить. И, смотрите, тут можно настроить высоту отметок или шаг, то есть тоже можно регулировать. При этом, вот вы вставляете технику, вы автоматически там в нее включаете опасные зоны. И все эти у вас расчеты попадут потом в пояснительную записку. Вот таким образом. То есть обоснование. Давайте сейчас покажу опасную зону падения предмета создания. Потом ее уберем. Вот у нас с вами здание есть, высоту мы задавали. Вот здание выбралось. Ощущение, что он его не зачитывает у меня правильно. Высота здания очень у нас. А, туда. Линии здесь у нас много. Давайте вот здесь вот мы с вами здание создадим. И вот, допустим, опасная зона падения предмета. Все, выбрали. Вот он нам ее отрисовал. Значит, давайте теперь бетонный насос. И его мы с вами вставим из базы. Здесь у нас, да, найдем. Найдем, найдем. Железобетонные работы. Бетонные работы. Вот у нас бетононасосы. Возьмем вот такой. Значит, здесь, смотрите, мы с вами выбрали бетононасос. Тут, видите, в имени все прописано. Указали, где он находится. Поворот стрелы тоже, да, у нас вот так вот направление будет. И диалог. Я хочу, чтобы вы увидели разницу в диалоге. То есть здесь, ну, для разрезов у нас, видите, можно секции, угол секции. Значит, нужно ли вам дополнительное изображение. То есть вот у бетононасосов штриховой вид. Вот, нужно включить именно здесь, через базу. Значит, основная стрела дополнительная. Повернуть базу надо или нет. И окей. Ну, здесь маленькая стрела у меня получилась. Ну, вот, смотрите, я могу так же, видите, например, двигать. Все, вот он у меня стоит. В этот диалог вставки техники я и у крана могу попасть. То есть если правой клавишей я нажму, скажу редактировать, то я попаду в диалог именно вставки объекта из базы. То есть если нам что-то нужно здесь сделать, то можно и вот так вот. И, собственно, если я захочу сейчас создать здесь бетоносмесителю, допустим, рабочую зону. Промахиваю сейчас рабочую зону. То есть я выбираю рабочую зону, говорю, вылет, какой мне нужно. Да, или потом меняю. И вот на объект. Он у меня кран находит. Перескакивает. И здесь я могу менять вот его. То есть вот у меня будет рабочая зона. Вот таким образом. Давайте еще один бетоносмеситель выберем. Стрелу побольше сейчас мы развернем. Другой возьмем. Здесь, допустим, они у нас вот так. Тоже включим дополнительное изображение. Здесь можно, видите, выбрать вид. Какой нам нужен? Нам нужен вид сверху. Допустим, таким образом. И здесь вставим. Опять же, да, можно через подбор. Вот, допустим, бетоносмесительная техника. У каждой техники у нас идет здесь по объему барабана. То есть свои параметры подбора. Вот мы что-то выберем. Также, видите, можно виды разные вставить. Ок. И вот я, допустим, его вот так вот размещу, что он мне подает. Все. Вот таким образом. Ну, вот примерно технику мы с вами разместили. Давайте теперь разместим складскую площадку. Вот здесь вот. Ограждение я вам покажу, как размещать. Да, вот у нас есть отдельный объект ограждения. Мы с вами оградим пока только кран. Это линейный объект. Вот мы инвентарно это сделаем. Значит, здесь обратите внимание, что можно задать длину секции. Сейчас мы ее не будем задавать. Тогда он у вас будет кратно именно этой секции отрисовываться. То есть если вы назначаете, например, еще материал, какой-нибудь там профлист или сетку, там, не знаю, или же с бетонной плитой, то вы можете сразу себе задать, чтобы он у вас рисовался именно кратно в длине этого объекта. И, соответственно, потом посчитать можно материалы, спецификацию. Ну, вот мы просто давайте кран с вами у нас вот так будет огражден. Также, видите, подписывается, выключим. Без выноски сделаем. Вот у нас ограждение крана. Также вы всю строительную площадку можете оградить. И обратите внимание, что у нас есть плюсик. То есть мы можем вставить, ну, здесь не будем, ворота или калитку автоматически. Либо у нас есть ограждение, видите, инструмент ворота и калитки. Теперь складская площадка. Возвращаемся с вами к площадным нашим объектам. Создаем складскую площадку. То есть вот у нас она выбрана. Давайте ее заштрихуем. Значит, крест-накрест сделаем. Окей. Вот она у меня тут будет размещена. Значит, вопрос. Какой порядок размещения открытых, закрытых складов, площадок, укрупнительной сборки? Значит, здесь вот именно в тех инструментах, которые я вам показываю, порядка нет. То есть вы его сами задаете. Вы объект размещаете. Объекты есть, смотрите. Складская площадка и объект складирования. В менеджере проектов есть у нас вебинар отдельно посвященный. Там есть возможность рассчитать. То есть назначить материалы на работу и посчитать площади складирования. А затем, размещая объекты складирования, фактическую эту площадь. И, соответственно, таблица создается. И вы уже там регулируете и схемы складирования назначаете у материалов. И можете потом, соответственно, эти схемы вытащить. У нас есть они в базе. Но именно складская площадка, объект, он позволяет разместить на строй генплане, где вы считаете нужным, эти складские площадки, и потом учесть их в таблице условных обозначений именно. То есть мы с вами такой сейчас пост делаем. Такой кругморник просто, что вот у нас здесь есть. Но возможности для размещения и подсчета площадей и складирования у нас есть в стройплощадке. Значит, мы с вами одну здесь давайте создаем. Одну. Вот тут. Вот тут. Если нам нужно отредактировать контур, то есть это как полилиния работает, вы все это можете отредактировать. В любой момент мы можем с вами поменять, допустим, штриховку. И обратите внимание, то есть я сейчас вот их никак имя не задала. Давайте я им цвет разный задам. Тут темнее сделаем. И они, соответственно, если будут по-разному выглядеть, имя у нас будет с вами разное, но оно будет в любом случае за счет номера разное. Также, смотрите, включать в аппликацию мы убираем. Ну давайте здесь напишем, например, железобетонные конструкции. Соответственно. А здесь у нас будет, к примеру, металлические. Вот. Через диалог надо, да, все-таки? Клей. Челезобетонные конструкции. Окей. Все, вот. Разместили. Значит, теперь вот здесь у нас еще с вами был, наоборот, здесь арматурный цех. Значит, объект, который появился недавно, да, у нас в наших площадках. Вернее, это у нас временное здание. Вот у нас появился арматурный цех. Мы можем с вами задать размеры. Ну, по умолчанию, вот он 6 на 3 метра. Значит, раз мы с вами начали вставку временных зданий, давайте начнем. Значит, смотрите, для того, чтобы вставить временные здания, то у нас здание. У нас есть не инвентарные, инвентарные. И вы можете среди инвентарных, вот в базе есть контейнеры типа системы универсал. Да, вот посмотрите, со свойствами они тут, видите, размещены. Далее есть трансформаторные подстанции здания сборно-разборного типа. Затем у нас есть блок-контейнеры, тоже более свежие, последние у нас подборки, то есть, которые вы можете стыковать. И именно для этих зданий у нас была добавлена структура, то есть, вы можете сделать составное здание, когда вагончики у вас стыкуются. И, допустим, гардеробные, да, они образуют такое из нескольких вагончиков. Соответственно, вы вставляете, выбираете, что вы вставляете там, одну гардеробную, говорите, сколько вам в длину, в ширину, и у вас это под одним идет экспликационным номером. Вот, то есть, вот это вот последние модули все, промышленные различные, то есть, это вы выбираете. Мы сейчас с вами вставляем арматурный цех. Это у нас вот здесь. Здесь же контрольно-пропускной порт. Значит, вот мы его вставили. Мойку колес нам нужно разместить. Это у нас площадной объект. Либо есть во временных зданиях. Давайте вот здесь его разместим. Номер нам не нужен. Так, что нам еще с вами здесь? Теперь давайте бытовой городок разместим. Значит, бытовой городок мы будем размещать вот здесь. Значит, смотрите, сначала бытовой городок выбираем. То есть, это у нас идет так же, как строительная площадка. Да и мы покажем, что вот он у нас здесь находится. И внутри него уже будем вставлять здание. Соответственно, если у вас их несколько бытовых городков на строительной площадке, вы экспликацию временных зданий можете создать на бытовые городки по отдельности и на строительную площадку в целом. Значит, бытовой городок мы сделали. Давайте его подписывать не будем. В экспликацию у нас с вами не пойдет. У нас пойдут только наши временные здания. И теперь размещаем временные здания. Значит, расчет потребности во временных зданиях у нас происходит в менеджере проектов. Здесь у нас есть расчеты. Вы указываете. То есть, вы считаете, сколько людей у вас. Там сначала строительные кадры. Потом уже считаете соответствие от этого временные здания. Какие здания, площади. Он вам говорит, сколько. А здесь уже инструмент, он никак не автоматически как бы не взаимодействует. Вы их размещаете уже сами проектировщики. Как бы все нормы это уже на ответственности проектировщика. То есть, программа автоматически там друг от друга их на правильном расстоянии не размещает. Значит, конфигурация, высота, размеры в плане. Вот еще давайте мы с вами будем вставлять временные здания. Когда мы с вами вставляем конкретные инвентарные здания, у них, видите, уже есть размеры. То есть, вот в плане они у вас станут тех размеров, которые заданы. То есть, если мы берем там, допустим, и по умолчанию, видите, здесь есть уже характеристики. Если вы используете именно вот эти вот здания в КТИ и промстрой, и вас эти размеры устраивают. Вот. В остальном всегда есть возможность изменить характеристики, свои размеры задать. И, соответственно, имя там, все это подписывается у вас тоже, вы можете поменять. То есть, есть база инвентарных зданий, и есть возможность задавать свои данные практически везде для всех объектов. Наши здания, смотрите, относятся к бытовому городку. То здесь можно выбрать, если бы у вас их было несколько. Так, а вот у нас бытовой городок 121. Номер. Давайте мы с вами здесь зададим 3. Значит, первое мы с вами давайте вставим. Выберем. У нас есть гардеробная на 12 человек. Вот она. Видите, она идет 6 на 3 метра. Я говорю, что у меня составное, и мне нужно их 7 штук. Я говорю, что мне по ширине нужно 7. Они у меня будут одни тогда, допустим, одним, как бы считаться. Вот, нет, было не по ширине, вернее, не по ширине брать, а по длине. Но это все быстро можно поменять. Окей. Все, вот он не искомпоновал. Либо я делаю составное. Вот у меня мой экспликационный маркер. Либо я могу вставлять их по отдельности. То есть эти у меня идут единым объектом. Могу вставлять их в каждое. Вот я выбираю гардеробную. И вот у меня этот объект. Поверну, например, вот таким образом. Если вы хотите, чтобы у вас было подписано, допустим, выноской, пожалуйста, значит, мы выноску делаем. Все, он будет вот так. То есть, как вам угодно, вы выбираете. Вот у нас менеджер проектов. В левом верхнем ногу. И сейчас мы с вами можем скопировать эти издания. Можем вставить каждый раз из диалога. Делать составное. То есть, опять-таки, я говорю, это у вас на выбор на ваше усмотрение. Если мы сейчас, допустим, инструменты из ПДС вспомним, то мы можем, вот если вам нужно так, то вот выноски. Кто как оформляет. Вот таким образом. И последовательно с вами вставляем. Вставили гардеробные. Теперь нам нужна, допустим, контора. Здесь же выбираем, где-то она у нас была. Вот на два рабочих места. Тоже она идет 6 на 3. Номер у нее будет 4. Все. Окей. Вот мне только нужно, чтобы она была повернута. Далее здесь у нас есть, допустим, эти здания различного назначения. Тоже. Значит, ставим номер 4. Можем выбрать, опять-таки, позиционную выноску. Окей. Вставляем. Так, вопрос у нас. А брендмаурные стены. Такого инструмента в стройплощадке нет. Как был брендмаурные стены. У нас есть в СПДСе стены. Объект, это вам нужно посмотреть вебинар по именно СПДСу, блок архитектуры. Там есть возможность ставить стены. То есть, когда вы работаете в стройплощадке, никто вам не мешает перейти в СПДС, взять стену, отрисовать ее. Там есть возможность назначить толщину, высоту, пожалуйста. И использовать эти инструменты. Вы можете это так сделать. Как наносятся знаки геодезической разбивочной основы? Какие предоставлены обозначения для постоянных знаков? Значит, давайте посмотрим еще раз теперь точечные объекты. Как наносить временные здания? Понятно. Значит, здание мы с вами сделали. Вот у нас, смотрите, есть экспликации временных зданий. Мы можем собрать табличку. Наша строительная площадка. Либо выбрать, видите же, бытовой городок. Вот наши объекты. Значит, по умолчанию они все по отдельности. Если вы делаете составные, он вам посчитает количество. И каждое здание, тут будет одна строчка, допустим, гардеробная. Их там будет 7 штук. При желании их можно сгруппировать и здесь. То есть вы тем самым вид таблицы выбираете, когда используете либо составное, например, здание, либо отдельно вставляете. То же самое у нас есть экспликации зданий и сооружений, куда как раз входят все объекты, у которых вы выставляете галочку «Включать в экспликацию». То есть вот у нас и временные здесь здания, и возводимые здания. И вот, допустим, видите, попали наши складские площадки, из которых я не убрала галочку «Мойка колес». Знаки сейчас я вам покажу. Значит, со зданиями все сделали. Теперь, что касается геодезических знаков, то специально прям знаков для геодезии у нас здесь нет. То есть вот есть вот эти прочие обозначения, которые мы с вами смотрели. Вот. Если вам нужны еще какие-то знаки, вы можете прислать заявку, просто мы их добавим как точные объекты. Вот. И в базе они у нас, ну там, в инструментах, соответственно, появятся. То есть на данный момент у нас точечные объекты есть вот эти. И точечные объекты есть, допустим, в сетях. Вот в электроснабжении, освещении. Есть линейные объекты. Есть точечные. Это шкафы, прожекторные мачты, опоры. Так же есть в противопожарных объектах. Вот нам нужно будет с вами вставить, допустим, здесь есть универеменная противопожарная сеть, и она отрисовывается как полилиния. И есть противопожарный гидрант. Мы его с вами давайте разместим. Вот тут, допустим. Все. Также у нас с вами мы нанесли опасную зону. Есть инструмент, который позволяет. Вот у нас есть ограничение зоны действия экрана. Многие наносят еще линии. Или отдельно. Кто-то только линии наносит. Значит, есть, видите, такие линии. А есть линейные объекты. Здесь у нас есть, опять-таки, линейные, точечные местонахождения сигнальщика, стропольщика. А здесь предупреждающие знаки, запрещающие. То есть, либо вы линию прорисовываете, что все вот здесь вот окончание, допустим, работы. Либо мы с вами еще проставляем знак, допустим, что здесь работа крана. И вот его размещаем тут, к примеру, по периметру, да, работа крана. Размеры знака можно изменить. То есть, у нас вот здесь есть размер знака. Поставить, допустим, больше, меньше. Вот. Соответственно, как только мы с вами вот эти все знаки безопасности вставляем, ну, это у нас в условных обозначениях, есть еще знаки безопасности. Давайте, вот он у нас есть. Отдельно. Здесь вы можете вставить правила работы, да, допустим, что у нас. Видите, здесь есть пожарная безопасность. Может быть, вот так, да, можно вставить. Я гидрант вставила. Так, если я хочу знак. Так же, как с дорожным, надо двойной щелчок. Видите, я не исправила. И я его вставляю, допустим, вот так вот. И, соответственно, вот, допустим, что здесь работает только в защитном шлеме. Я могу их выбрать сразу несколько. То есть, вот, допустим, в защитной одежде. И так последовательно их вставить. Ну, к примеру. И все, вот вы их указываете. Все размещаете. Вставили. Так же есть спецификация отдельно на знаки безопасности. Вот она пополнилась у вас будет. Так, что мы с вами еще не рассмотрели. Мы с вами не нанесли сети. Да, я вам хотела показать еще. Давайте электроснабжение, освещение нанесем. Допустим, у нас будет, допустим, наземный. И считаем, как полилинию с вами отрисовываем. Допустим, у нас вот так. Вот так. Привязка у меня срабатывает. Ну, вот, допустим, это мы нанесли. И, соответственно, у нас здесь же есть точечные объекты, мы с вами смотрели. Вот мы можем нанести опору со светильником. И показываем, куда она у нас направлена. Значит, здесь она великовата. Мы можем с вами диаметр окружности поменять. Допустим, в два раза меньше. Давайте все сделаем. Все. Здесь вы задаете мощность. Соответственно, у вас вот это подписывается. То есть, также и номер, допустим, да? Все. Окей. Значит, если мы с вами каждую вставляем, у нее будет у каждой свой отдельный номер. Можем скопировать. Если мы их не подписываем вообще. То есть, мы говорим, что без выноски. Все. И эти мы можем просто скопировать для удобства. И уже потом повернуть, если нам нужно, в ту сторону, куда требуется. Шамахнулась. Вот потом за ручки берем с вами и поворачиваем. Вот таким образом формируется у нас с вами строген план. Когда мы все нанесли, у нас есть еще, смотрите, здесь таблица условных обозначений. Он у нас формирует все-все-все. То есть, вы не сидите сами, не вырезаете ничего. Он формирует все, что мы с вами нанесли. Если даже сюда попало что-то, что вам не нужно, вы также, как таблица SPDS, мы же с вами не зря работаем на базе SPDS, можем эту строчку в таблице просто убрать. Если вам нужно поделить эту таблицу, значит, вы говорите, что вам нужно здесь начать новую страницу. Окей. И она у вас будет уже вот так вот. Видите, серая линия появляется у нас. И вы можете ее поделить на кусочки. То есть очень часто у нас размещают вот так вот. Вот. Вот таким образом. спецификацию еще мы с вами какую должны получить? На дороге. Смотрите, у нас здесь есть таблица. Спецификация дорог и площадок. Эта таблица именно на дорогу. Вот мы выбираем. Выбираем дорогу. Он нам считает, сколько плит, сколько нам нужно песка, щебня, грунта. Если вы меняете контур дороги, меняете плиты, эта таблица, то есть не все у нас таблицы автоматически обновляемые. Это не является автообновляемым, потому что если мы с вами начнем тут перемещать, ему надо всегда будет тормозить. Поэтому если вы что-то меняете, значит вы просто ее тратите еще минутку там, 30 секунд на то, чтобы переформировать спецификацию. Он вам пересчитает. Выбирайте дорогу. Если вы раскладываете плиты еще и допустим по складским площадкам, вам нужно показать, что у вас разложены плиты, основание сделать, значит тогда вы выбираете уже групповую спецификацию материалов. Если вы назначаете еще и на линейные какие-то объекты, разные, тогда у вас будет групповая спецификация материалов. Вы можете назначить материалы на знаки, допустим на электросети, скажешь какие провода, на трубы, трубы назначить на канализацию водопровод. У вас это все в групповой спецификации появится. Если мы делаем еще и площадки, то тоже у нас есть спецификация дорог и площадок, но она будет уже групповая. У вас будут собираться и плиты, допустим, если вы раскладываете их по складским площадкам, там бытовой городок иногда, у нас раскладывают плиты, чтобы укрепить основу, допустим здесь все. И дороги. Вы все это тогда сразу выбираете и делаете. Ну давайте мы с вами у бытового городка, видите, здесь тоже есть возможность, выберем другие плиты, чтобы у нас было прям разное. Эти плиты разложим. Плиты считаются, ну пускай будет так, вот, только в том случае, когда они разложены. И вот теперь мы с вами делаем уже вот таким образом. И видите, собираем групповую. Вот он показал плиты и уже общее количество грунта, песок, щебень. Значит, в принципе на этом все. Я вам сейчас пока покажу еще, сформирую пояснительную записку. Какие у вас вопросы еще есть. Пояснительную записку формировать можно либо через менеджер проектов, либо вот здесь есть кнопочка у нас пояснительная записка. Значит, она идет на основе, во-первых, она формируется в Word. Вот. Пускай. Значит, во-вторых, она идет на основе 87-го постановления у нас и собирается все данные из менеджера проектов. И сейчас у нас соберутся, соответственно, данные только наши, то, что мы с вами чертили. Видите, он тут ругает, что вот этого не найдено, вот этого не найдено. То есть, эти куски у нас будут не заполнены. Там много достаточно пробелов. То есть, это шаблон пояснительной записки, в которой вы можете уже, соответственно, вы ее под себя редактируете. Вставляете там наименование, проект, организация и так далее. Содержание формируется, и мы можем даже сейчас с вами уже по содержанию посмотреть, что добавилось. Вот видите, обоснование экрана добавилось. Вот. Допустим, расчеты мы не делали, снабжение, электроснабжение, оно у нас будет пустое. Если мы с вами в менеджере проектов это сделаем, допустим, и обоснование в рабочих кадрах, оно у нас появится. То же самое касается, допустим, потребность строительных машин и механизмов, складирование материалов. Мы с вами опасные зоны размещали. Вот они тут есть. Все, что я пыталась вставить, да. Вот. Это все присутствует. Вот давайте перейдем. Теперь видите, остальные пустые, то есть вы вставляете то, что есть. Есть шаблон. Вы можете под себя настроить сразу шаблон, и тогда он у вас будет не такой пустой. То есть он у нас в настройках, я вам сейчас покажу, где он лежит. И вы можете его поправить. Вот это у нас идет шаблон для расчетов. Видите, мы их не делали, поэтому тут все по нуля. Вот. Но в менеджере проектов работы есть, поэтому видите, тут календарный график у меня заполнен. Там техника назначена. Вот так выглядит у нас здесь общая потребность. Вот мы с вами вставляли кран, обоснование подбора крана, расчет, зон, все это присутствует. Со схемами. Ну вот графики грузоподъемности только надо будет поправить, то, что они автоматически вставляются и зачастую разъезжаются большие. У всех разные там картинки. Вот таким образом выглядит наш с вами наша пояснительная записка. То есть, если вы все эти пустые заполните своими, которые вы постоянно используете, вот смотрите расчет опасной зоны падения предмета создания. Вопросы есть у вас какие? шаблон под себя переделать. Зря я убежала. Давайте вернемся. Нет, вернемся в наш автокад. Значит, смотрите, в настройках у нас есть стройплощадка и у нас здесь есть общие настройки. Вот здесь путь к шаблону пояснительной записки. Там лежит доковский документ. Вы вот по этому пути заходите. вот мы сейчас с вами скопируем. вот умеете. Вот. Вы лучше как бы рядом разместите еще файл и потом здесь путь укажите к своему файлу. Ну, давайте мы сейчас с вами откроем тот, который нам нужен. Вот, вот смотрите. Здесь есть шаблоны для расчетов в HTM. вы их не трогаете. В шаблоне вы можете менять все, что угодно. Главное, вот там есть, смотрите, вот есть закладки. Вот это закладки. Вот это вы не меняйте. По ним вставляются расчеты, которые идут из программы. А все остальное, вот эти пустые, вот вы как раз явно говорю, что вы можете здесь вставить, то есть вы свои куски, которые постоянно используете, они у вас однотипные. Вы только меняете это все вставляете, этот шаблон сохраняете и в настройках меняете путь, указываете свой файл. И тогда у вас будет формироваться уже нормальный, более полный пояснительная записка. вот смотрите, это проект, который сдан уже, здесь как раз использована дорога, видите, разложены плиты, строительная площадка подписана, стокладские площадки, вот линия ограничения работы крана, бытовые городки, бытовой городок, вот он здесь так оформлен, рабочая зона, то есть вот таким образом. Это реальный проект. Значит, то, что получается, вот таблицы наши с вами, вот видите, можно вот так вот сделать, если их вставлять количество, если вставлять как составные, и вот, допустим, так выглядят таблицы из менеджера проектов, которые формируются, если вам интересно. спасибо за внимание, если вопросов больше нет. Если не у вас будут, вы можете писать нам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok